Продолжение следует... Достаточно редкость. Я в основном уступаю на конференциях по информационной безопасности, где мы рассказываем о различных технологиях, атаках, эксплуатации, уязвимости, как это предотвратить и так далее. Моя команда, в частности в компании, занимается поиском уязвимостей в программах без исходного кода. Ну и я также руковожу направлением мобильной безопасностью, где мы проверяем мобильные приложения практически для всех платформ на их безопасность. И читаю курс по мобильной безопасности разработки для операционных систем для ведущих интернет-компаний в России. Ну поехали. Здесь краткий план наступления, о чем я сегодня буду рассказывать. Не будем на этом задерживаться. Ну во-первых, мобильные приложения очень активно вошли в нашу жизнь и используются уже в различных сферах. И если многие считают, что единственная критичная информация, это возможно только в банк-клиентах, это деньги, счет, то на самом деле нет. Злоумышленники на сегодняшний день уже нацелены на много аспектов. Например, есть разные программы лояльности в приложении. То иногда проще не воровать просто прямые деньги, реальные, а накручивать программу лояльности, получить те же ЖД-билеты, авиабилеты бесплатно, или есть в ресторанах бесплатно. И так уже делают. И просто в компании несут финансовые риски, как бы не прямые, а такие косвенные. Далее. Мобильное приложение, вообще мобильное устройство, это по большому счету интерфейс для до серверов. Очень часто реализация веб-версии от мобильной версии отличается. И мы можем просто, взяв API-запросы, которые используют мобильное приложение, атаковать сервер. Даже не клиент, а просто сразу вашу компанию будет атаковать. Далее идем. Есть различные игры, да, в них есть монетизация. Там, чтобы как-то развиваться, нужно тратить реальные деньги и так далее. Из-за неправильной архитектуры таких приложений некоторые злоумышленники это накручивают и потом начинают уже наоборот продавать за реальные деньги, да, как бы. Иногда это проще, чем атаковать мобильный банк, но доходы тоже как никакие приносят, да. Все больше и больше мобильные приложения начинают взаимодействовать с различными умными вещами, как, не знаю, начиная от бытовой техники, да, заканчивая машиной. Последние версии Volkswagen, BMW можно там открывать, заводить с мобильного устройства, да. Есть новые сигнализации, они практически все привязаны к интернет-ресурсу. Вы можете посмотреть, где ваша машина находится, да, зайдя на сайт через приложение и так далее. Там есть функции, как остановить движок и запустить движок. Я думаю, вы будете не рады, если кто-то удален, а вам будет движок останавливать на машине, да. Вот. Ну и дальше. И также личные данные. Эти данные также можно монетизировать. Это как реклама, рассылки, не знаю, распространение того же вредоносного программного обеспечения. Просто многие говорят, ну, мне нечего скрывать ни от кого, но при этом забывают, что эту информацию могут использовать не против вас, а против ваших друзей, близких, родных, например, да. Также стоит помнить, что, как в любой экосистеме, в мобильных устройствах ваше приложение существует не одно. Там существует много приложений, да. И, естественно, там могут быть очень критичные, менее критичные, но сам злоумышленник может попасть на устройство, где вся эта экосистема работает через какое-то одно слабое приложение и затем уже скомпрометировав все остальные приложения на вашем устройстве, да. И как бы, когда вы пишете свое приложение, вы должны помнить, что от безопасности вашего приложения зависит, как бы, и в целом безопасность всего устройства. Это нужно очень помнить. И, как тут написано, безопасность системы определяется уровнем безопасности ее самого слабого звена. Действия злоумышленников таковы, что они никогда не занимаются рокинг-сайенсом, им не нужно сделать красивую атаку, супер, там, последние технологии и так далее. То, что работает, то и работает стабильно, то и будет использоваться. Все, один принцип. Это просто приносит деньги и все. Тут нет никакой науки. Идем дальше. Когда необходимо задумываться о безопасности? Правильно, о безопасности нужно задуматься еще на этапе проектирования, создания требований к приложению. Могу сказать, что за мой шестилетний опыт в компании, что касается мобильных приложений, к нам всего два раза обращались с работами, когда еще было не написано ни одной строчки кода. Нам просто давали секвенс-диаграммы работы приложения, и мы уже ломали, начиная с алгоритмов и всех запросов к серверу, клиенту и так далее. Мы уже чисто там давали 40-50 листов документации, скажем, не документации, а даже секвенс-диаграмм. Мы их просто ломали уже алгоритмически, где устройство регистрируется, если вы потеряли устройство, как себя будет вести аккаунт и так далее. Это очень редко бывает. Дальше есть также устройство и непосредственно сама реализация. На этапе реализации тут можно применять как, естественно же, практики безопасного программирования, о которых поговорим немного позже, так и различные сканеры безопасности. Дальше, когда это верификация, тут уже как раз подключаются ПНТС, различные сторонние компании, либо какие-нибудь еще внутренние отделы безопасности, если они у вас есть в компании. И уже, когда идет процесс непосредственно внедрения в продакшн, нужно понимать, что приложение может быть написано очень хорошо, но окружение вокруг него настроено неправильно и небезопасно. И компрометировать само приложение тоже. Этим также занимаются пантестеры. Это немного не относится к моей презентации, но я сейчас, в принципе, на всех выступлениях, где рассказываю про безопасность мобильных приложений, добавляю два слайда, где просто перечислены ссылки, к которым стоит обратиться для того, чтобы знать определенные трюки, чтобы писать код свой как можно безопаснее. Ну вот здесь для андроида представлено, потом слайды будут все доступны, и есть для вас. Для него достаточно меньше, и часть из этого пересекается с MAC-осю. Но это будет очень хорошо для старта, если уже в процессе разработки будете следовать данным гайдлайнам. Следующий очень важный момент, который теряют очень многие из вида, когда говорят безопасность мобильного приложения, все почему-то начинают сразу вспоминать приложения, и забывают о том, что все мобильные приложения это практически клиент-серверная архитектура. Все забывают, что есть основной сервер, какие-то сетпати сервера, куда идет статистика, реклама и так далее. Да, есть iCloud и что-то в таком духе. Есть подключение к компьютеру, это все потенциальные вектора атак на ваше приложение, на ваше устройство. И когда к нам обращаются на анализ мобильных приложений, говорят, мы хотим только приложение, мы говорим, что анализ будет неполноценный, потому что здесь не рассматривается как канал передачи данных, так и сам сервер, безопасность его. Можно скомпрометировать сервер, не знаю, заменить там обновление, либо какой-то запрос, протроянить, и потом атаковать всех клиентов. Такое тоже возможно. Либо, не знаю, сейчас уже есть такой вредоносный код, который заражает, например, операционную систему Windows, когда вы ставите на зарядку свой iOS-устройство, либо Android-устройство, заражается и мобильное устройство. Это уже активно используется. Есть наоборот, когда сначала заражено Android-устройство, и оно заражает Windows-систему. Такое тоже есть. Поэтому стоит помнить, что когда говорим о безопасности мобильных приложений, нужно помнить, что здесь трехзвенка. Это клиент, канал и сервер. Это все необходимо проверять. Что касается уязвимости, то я делю все уязвимости, в принципе, ну и все делят на платформу зависимую, платформу независимую. Все операционные системы, существующие, естественно, имеют свою специфику, которая есть только у них, и нет другой операционной системы. Здесь с этим есть класс ошибок, которые характерны для одной операционной системы, которые не характерны для другой. Но есть класс уязвимостей, которые есть везде. Как правило, это архитектурные уязвимости, связанные с криптографией, и тому подобные уязвимости. Сразу, чтобы не было дальше вопросов, немного слов о фреймворке. Так как многие их стараются использовать, и так далее, потому что это удобно, это чаще всего различные кроссплатформенные решения, но мало кто вообще смотрел, что у них под капотом, как это действительно работает. Функция называется так, а как она действительно реализована, я думаю, немногие на этим смотрят. Главная скорость разработки и поддержки многих операционных систем. Вот. По факту, практически во всех этих фреймворках найдены критические уязвимости, которые позволяют выполнять произвольный код на устройстве. И необходимо, естественно, если вы их используете, постоянно обновлять, использовать последние версии. Один из ярких примеров. Это фреймворк Adobe R. Функция называется Encrypted Local Storage. Ну, по идее, должна быть криптография, да, и надежное шифрование. По факту, это B64, который как в одну сторону, так и в другую сторону просто декодируется. Это просто кодирование, да. А все думали, вот у меня безопасное приложение, я использую крутую функцию, да. И таких примеров очень много. Я могу сказать, что не было еще ни одного крупного исследования фреймворков по безопасности, как у них все реализовано внутри. И, в принципе, когда вы их используете, с точки зрения безопасности, вы используете все на свой страх и риск. Как там реализовано, вам точно никто не скажет. Что касается уязвимости, есть такой консорсум Open Web Application Security Project, который ежегодно делает рейтинги по уязвимостям, как для веб-проектов, и с недавнего времени начал и для мобильных платформ. Здесь рейтинг уязвимостей без привязки к каким-либо платформам для мобильных приложений. Как вы видите, для мобайла, можно сказать, как вы видите, даже в этом списке есть уязвимости, которые касаются не клиентской части, а серверной. Сразу первое. Слабые контроли на стороне сервера, да, там есть. Потом второе, например, небезопасное хранение. Это уже, да, относится непосредственно к мобильному приложению и так далее. Вот неправильная авторизация, идентификация, также серверная проблема. Стоит понимать, что сервер также очень важен в проверке. Следующий момент. Перед тем, как я буду рассказывать о различных средствах автоматизации проверки безопасности мобильных приложений, стоит понимать, что делает вообще человек, чем, не знаю, мы занимаемся, да, в своей работе. Я здесь выписал такой краткий, это абсолютно неполный список, что мы делаем в процессе своей работы. И не буду каждый пункт пояснять, да, я могу об этом ответить после на вопросы, да. Основной смысл заключается в том, что человек, в отличие от машины, понимает бизнес, логику работы приложения. Он понимает, что это делает. Это магазин, это банк клиент, это какая-то игрушка с платным контентом, да. Он может находить логические уязвимости. Как правило, все логические уязвимости эксплуатируются без проблем. Нет необходимости обходить механизмы безопасности от Apple, либо от Google. Они просто реализуют неправильную логику и архитектуру приложения. И все. Как раз человек этим в первую очередь и должен заниматься. Также, я думаю, вы будете не рады, когда вы, просканив каким-то автоматизированным средством, получите на нашей практике там тысяча возможных уязвимостей. И вы теперь остальные там два-три месяца просто сидите и разгребаете, что из них ложное срабатывание, а что настоящее, да, как бы пантестер как раз сразу отличает то, что действительно работает, а что нет, это ложное срабатывание и пишет отчет. В отчет входит как проблема, как демонстрация, каким угрозам это привозит и влиянию на само приложение, да, так и дает общие рекомендации, как вообще, в общем, повысить уровень безопасности вашего приложения. В этом, во всем процессе мы используем огромное количество различных инструментов. я здесь также перечислил только небольшой список. Тут первая часть для андроида, вторая часть где-то там начинается для iOS. Да. Ну, также для того, чтобы производить анализ безопасности iOS приложений, нужен джелбрейкнутый iPhone, как правило, да, ну, там есть различные подходы, как можно и без джелбрейка анализировать приложение, но это уже взаимодействие непосредственно с самими разработчиками можно сделать без получения исходного кода. Идем дальше. Естественно, если есть такой набор и каждый раз его собирать это как-то очень муторно, то со временем начали появляться различные такие окружения и образы виртуальных машин, где эти инструменты уже собраны, заточены под конкретные цели. Вам достаточно поставить нам виртулбокс в МВАРе, да, скачать образ и все, операционная система уже настроена, загружена и вы можете анализировать приложение. Сразу отмечу, что все инструменты, которые я показываю, они, как правило, сделаны пентестерами для пентестеров в том духе, что без мысли о том, что у нас есть исходный код. Мы просто приложение откуда-то даем и у нас нет исходного кода. Мы имеем только либо APK-шку, либо APA-файл, да. Вот. Поэтому здесь идет различный механизм как дезассамблирования, декомпилирования приложения, так как исходного кода у нас нет. Идем дальше. Переходим уже непосредственно к теме самой, которая заявлена в докладе. Комбайны. Такого определения нет, я его придумал сам, честно, да. И под комбайнами я подразумеваю инструменты, которые без особых навыков и знаний в безопасности позволят любому человеку, просканировав приложение, получить общие сведения о уровне его безопасности, в каких местах, что не так, куда нужно посмотреть, и это будет отлично отправной точкой для повышения уровня безопасности вашего уже существующего приложения. Как раз о таких инструментах я сегодня и буду говорить. Несколько общих моментов. Все рассматриваемые здесь инструменты, они бесплатные, как правило, с открытым исходным кодом. Так что при желании вы можете добавлять собственные проверки, модифицировать алгоритмы и так далее. Но также, опять повторюсь, так как это инструменты от пентестеров для пентестеров, код там еще тот, честно. Вот, да. Следующий момент. Так как про jailbreak я уже в принципе говорил для iOS, и все эти инструменты заточены именно на клиентскую часть. Как я уже говорил, непосредственно сам анализ защищенности заключается в проверке клиентской части канала и сервера, то эти инструменты все заточены только под клиентскую часть. Они на вход получают либо АПК-шник, либо ИПА-шник. И все. При этом весь анализ безопасности можно разделить на статический и динамический. Часть из инструментов это делают, часть из инструментов этого не делают. Переходим к первому кандидату. Извиняюсь. Честно говоря, он не подходит под полное определение комбайнов, которые я ввел раньше. Просто это действительно очень хороший инструмент, который показывает очень хорошие результаты с минимумом количеством ложных срабатываний и позволяет проверить андроид-приложение, его состояние и, скажем, уязвимость, в первую очередь, связанную с APC-механизмами, со взаимодействием в операционной системе. Сам инструмент выглядит как агент, который ставится на устройство, и консольные утилиты на компьютере. Они между собой связываются. Получается такая модель, которая играет в само приложение на устройстве, она как будто вредоносная. И оно позволяет показать то, что может любой вредоносный код при атаке на вас. И это полностью обрабатывает эти все векторы. Как он может обращаться к разным активитис, сервис-провайдерам, сервисам, зарегистрированным в вашем приложении и так далее. Он покажет все, что сможет вредоносный код на устройстве без рута. Ему рут не нужен, это обычное приложение. Но при этом он будет использовать стандартные механизмы взаимодействия. И почему я его все-таки занес в этот список, хотя он не соответствует всем требованиям, потому что он написан на питоне, он очень модульный и хорошо скриптуется. При желании один раз с ним разобраться, заскриптовав его, можно получить уже как раз тот самый комбайн. Определенный ряд уязвимостей. Следующий у нас это Android Security Evolution Framework. К сожалению, он не обновляется до 2012 года, но я его здесь включил, потому что у него есть одна особенность, которой нет в других. Он также состоит из эмулятора и консольного делительства на рабочем машине. Он запускает приложение и эмулирует нажатие клавиш, тем самым какое-то воздействие, не просто приложение установилось и запустилось, он при этом пытается нажать на разные кнопки, генерировать различные события, тем самым начинает генерироваться различный сетевой трафик, манипуляции в приложении и все это он записывает. Он записывает состояние памяти, состояние сети, сетевой трафик и тому подобные вещи. В первую очередь его создавали вообще-то не для оценки безопасности приложения, а для анализа вредоносного кода для андроидов, для Android Malware. Но немного поработав и добавив туда, например, у вас есть скрипты для анализа UI интерфейсов своих, вы можете их туда встроить и тем самым очень многое покрыв, посмотреть весь сетевой трафик, все, что там ходит, и он уже сам автоматически применит все свои паттерны на наличие той или иной уязвимости. Ну, как бы он в первую очередь все-таки на сетевые различные штуки нацелен. Следующий интересный инструмент, сокращенно, который называется Quark, он примечательен тем, что его разработали ребята из LinkedIn и недавно зарелизили. Как они сами говорят, у нас очень ленивые разработчики, а мы еще более ленивые и не хотим каждый раз смотреть, что они у нас делают и выпускают в релиз. В связи с этим они написали инструмент, который перед тем деплоем и так далее всегда проходит их проверку. Примечательность его в том, что так как они разрабатывали инструмент для своих внутренних разработчиков и имеют доступ к исходному коду, он понимает исходный код приложений для андроида. Имеет достаточно хороший набор проверок, около 17 штук, если так посчитать. И примечательность тем, что если он найдет какую-то уязвимость, то он позволит сгенерировать либо какой-то proof of concept приложение, которое будет атаковать ваше приложение, либо набор ADB команд, который покажет, как можно эксплуатировать ту иную уязвимость. Это очень хорошо, потому что, например, можно очень быстро показать разработчику, какой все-таки импакт влияет на недостаток в архитектуре вашего приложения. Ту иную уязвимость. Ну и при этом он генерирует нормальный HTML-отчет, который вот есть на скриншоте. И можно смотреть, какие проблемы, там даже есть советы, как это исправить и так далее. Дальше. Совсем недавно, в прошлом месяце, появился такой кабайн, как Marvin. его написали в испанском институте. Я еще честно с ним хорошо не познакомился, потому что часть интерфейса у него на испанском, а у меня плохо с испанским. У него огромное количество проверок, достаточно, очень много чего он покрывает, поэтому его интересно посмотреть. На самом скриншоте можно, часть будет потом уже разглядеть, что за проверки используются. Также он может сканировать не одно, а несколько приложений, все это симметизировать, и так далее. Есть даже ряд проверок у него для фреймворка, что на фонгэпе. Есть взаимодействие с Google Play, он автоматически может скачивать, вы ведете ему ключи, пароли, он будет автоматически, когда надо, выгружать приложение, анализировать и показывать вам, что он нашел с точки зрения информационной безопасности. Следующая классная штука – это Underbox Framework, который презентовали на известной хакерской конференции как Black Hat в Лас-Вегасе. его основная фишка заключается в том, что если большинство инструментов, которые, если они упоминаются, берут, когда он дает приложение, они его декомпилируют, переводят в подобие Java кода и начинают анализировать, то создатель Underbox решил, а зачем я использую декомпилятор, перевожу в Java код из Dalvik байт кода, теряется часть информации, так как декомпиляторы не идеальные вещи, я буду анализировать сразу Dalvik байт код и все. Мне не нужен декомпилятор и он уже производит все анализы уязвимости на уровне Dalvik байт кода. Это позволяет ему более точно оценивать приложение, при этом это единственный движок, у которого есть что-то подобие внутреннего эмулятора, внутренней виртуальной машины, которая позволяет смотреть, как действительно данные из недоверенных источников доходят до той или иной небезопасной функции. Тем самым он показывает лучшие результаты по количеству точных советов, точных уязвимостей. Он не дает… Есть, конечно, ложные срабатывания, но это у него в самом наименьшем процентном соотношении, чем у остальных рассматриваемых нами сегодня кандидатов. И удобно хранить результаты в базе данных. Можно писать запросы типа «верни мне все приложения, которые уязвимы к такой-то уязвимости». Он выводит список. «Верни мне все уязвимости конкретного приложения». Он их выводит. Но при этом у него есть практически единственная модульная архитектура и можно писать модули и расширять. Тут это из коробки подразумевается, что вы будете доволять собственные проверки. У него в связи с этим код достаточно хорош. Так, постепенно переходим к тем программам, которые работают с iOS. У меня есть в правом верхнем углу я забыл сказать маленький значок, который как раз идентифицирует для какой мобильной платформы подходит та или иная программа. «Снупит» — это программа как раз для анализа безопасности iOS-приложений. Она имеет удобный веб-интерфейс, который вы можете видеть. И выглядит это следующим образом. Через «Цидию» нужно «Джелебрекинг-устройство». Естественно, вы ставите «Снупит», там поднимается сервер, через веб-браузер на своей машине вы заходите и видите интерфейс. Там вы можете смотреть полный трейс вызовов вашего приложения, какие он окна открывал, какие функции использовал, что ваше приложение пишет в лог. В общем, это в первую очередь средство для динамического анализа. Оно полностью показывает то, что делало приложение в динамике. При этом можно в динамике перехватывать и патчить функции. Например, если в приложении есть «Детект на джелбрейк», можно тут отключить сразу же. Можно подменять ему различные геокоординаты и показывать, если вы хотите потестировать, как себе приложение пойдет, если вы вдруг находитесь в Нью-Йорке и так далее. В общем, интересная вещь, но в первую очередь она заточена под динамический анализ и основная проблема это в том, что нужно сидеть и самому лазить по приложению, покрыв сети. Но если у вас есть тесты, как у разработчиков, которые покрывают весь цикл работы вашего приложения, то это также можно автоматизировать и вы покроете огромную часть кода и увидите, что очень плохого найдет Snoopit и скажет, на это стоит обратить внимание и как-то что-то с этим делать. Следующий инструмент Intraspy, первый в нашем списке, который, в принципе, взаимодействует с Android и с iOS-платформой. Подход его такой же, как и Snoopit предыдущий, он также создан для динамического анализа, он перехватывает опасные вызовы и в случае работы вашего приложения с таким вызовом он пишет ее в лог, в отчет. В принципе, все то же самое, как у Snoopit, но только есть свой набор проверок, используется Mobile Substrate у нас и Cydia Substrate соответственно для iOS и Android. Результаты хранятся в BD, но есть утилитка, как я вверху написал, Antraspinalizer, который генерирует красивый отчет с различными рекомендациями и так далее, показывает, например, в случае функция здесь CCCrypt вызывалась, какими параметрами, что за ключи было, почему с этим не так, что с этим делать, в принципе. Так, это последний инструмент в нашем обзоре, Mobile Security Framework, который появился очень недавно, наверное, имеет самый приятный продвинутый интерфейс, поддерживает сразу две операционные системы, имеет хороший набор проверок, при этом он умеет делать как статический, динамический анализ и iOS приложения, и Android приложения, а для iOS приложения он еще умеет даже работать по исходным кодам. И вот вы можете заметить на скриншоте, он подсвечивает, если здесь сколько у нас там activity, сколько сервисов, какие доступны, какие недоступны, различные может показать url, где ваше приложение идет по небезопасным каналам, по HTTP, по незашифрованным и тому подобное. Все это очень удобно. Для Android очень классный, например, динамический анализ. Оно запускает приложение, пытается обратиться ко всем сервисам, activity, провайдерам и в этот же момент делает скриншоты, что в этот момент было на экране. Вы можете, грубо говоря, в автоматическом режиме запускать, а потом уже заходить в журнал приложения и смотреть, что было, какие действия, что выводило ваше приложение. В принципе, полезно даже для тестирования, если немножко это все переделывать, да, в таком духе. На мой взгляд, это одно из таких удобных средств, которых стоит начать очень быстро в разворачивании. на этом все по комбайнам и стоит сделать несколько заключительных моментов. Комбайны очень полезные. Я надеюсь, что после моего выступления вы их начнете использовать, потому что порог вхождения использования абсолютно минимален. Там обычно просто либо инструмент указать, путь до файла, либо до папки, где лежат ваши программы, либо просто через интерфейс закинуть ее. Все, он дальше делает сам, вам ничего делать не нужно. Вы просто смотрите результаты. В принципе, много так исследователей различных делают, когда участвуют в баг-баунте, им нужно быстро найти какую-нибудь багу, отослать, получить 500 долларов за какую-нибудь уязвимость. Используют такие инструменты. Есть, конечно же, ряд недостатков, которые, я думаю, и так уже заметили, что они смотрят только клиентскую часть, они понимают логические уязвимости, ну и заточены на текущий момент только на Java и Objective Sim. Но это, в принципе, все понятно. Ну и, наверное, самое печальное, то, что, естественно, у них много ошибок как первого, так и второго рода. От этого никуда не деться. Это нужно усовершенствовать алгоритмы, допиливать их и так далее. Если вы, как бы так, думаю, кто им спросит, что используем мы внутри компании, у нас есть собственные комбайны, которые мы тощим. Часть из этого кода мы берем отсюда, что-то я пишу сам, и так далее. У нас, в общем, свой кастомный, закрытый, который нигде не доступен и работает по своим собственным алгоритмам. И на протяжении последних двух лет мы делаем, например, анализ мобильных банковских приложений. И у нас там в анализе участвуют 130 приложений. Там где-то 60 для Android, да, и 50 примерно для iOS, да, 110, да, кажется, в последнем было анализе. Вот. Это все делается в автоматическом практическом режиме без нашего участия. Все выкачивается автоматом из Google Play либо из App Store, и анализируется. Все, и потом мы только иногда сидим, зная, какие наши проверки не очень хорошо работают либо сложно реализовать. Мы уже смотрим ложные срабатывания и отсеиваем их. Все, остальное за нас делает такие программы. Ну, при таких вот массовых сканированиях и проверках, да, когда, естественно, идет пантест, там работают эти средства и уже вручную идет изучение логики самой приложения. Ну, и какие выводы? Такие программы позволяют собрать так называемые низковисящие фрукты. При минимум усилий вы получаете там очень большой рывок в уровне безопасности, да, и различные школьники, которые захотят быстро посмотреть, проэксплуатировать, да, вашу уязвимость, ну, уязвимость в вашем приложении, скорее всего отпадут сразу же на этом этапе. Если вы грамотно проанализируете и запатчите данные недостатки. И стоит отмечить, что, естественно, это не решит всех проблем, так как безопасность это вообще вещь комплексная. Если можно было сделать это один раз и все было бы безопасно, то, я думаю, уже все компании бы это сделали и Google бы не создавал специальные отделы по поиску уязвимостей, по их закрытию. К сожалению, все автоматизировать нельзя и от человека, наверное, к нашей радости отказаться в ближайшее время не получится. На этом у меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо за компакт. Вопросы? Вот фреймворк про LinkedIn. Ты рассказал, меня очень заинтересовало как разработчика, не как безопасника, потому что я не безопасник. Такая штука, как proof of concept. Можешь чуть поподробнее рассказать, как это работает? Реально это какая-то утилита, которая генерит тебе АПК-шку или это просто хотя бы какой-то код, который нужно подоставить? Как это работает? Да, там есть два генерации proof of concept. Один действительно генерирует АПК-шку, который пытается как-то обратиться к вашему приложению. А второй случай это просто генерация нескольких АДБ-команд, которые воспроизводят с компьютера, где стоит АДБ, воспроизводят уязвимость обращения к контент-провайдеру, например. Он тебе вернет всю таблицу, которая там была, или сбрутфорсит все поля в этой таблице. Есть два случая у них. Под разные недостатки разные proof of concept генерируют. К сожалению, не под все, конечно, генерируют, но под что-то генерируют. Это прикольно. То есть прям чистая АПК-шку с активистик кодом выполняется? Все прикольно. У меня первый вопрос, а насколько вообще имеет смысл делать проверки такого рода в приложениях, как ты сам говорил. Большая часть приложений это некий фронт-энд для серверов, для бэк-энда. Не разумнее ли все такого рода проверки проводить там? Ну что, данные пришли валидные, какие-то разумные? Или это просто иногда не всегда можно сделать? Это очень сильно зависит от самого логики приложения и так далее. Конечно, чем меньше сконцентрировано логики на клиенте и больше решать сервер, тем, в принципе, лучше. Но не всегда это выходит и не всегда это возможно просто у всех. Ну, можешь какие-нибудь примеры назвать так сходу? Ну, часто идет в разрез безопасностью такие функции, как удобство, чтобы пользователь лишний раз не вводил пароль, там начинает функции добавлять и так далее. Как бы все, что в принципе связано с удобством, идет в разрез безопасности, значит, это вынесено на клиента, это делает клиент, ну, как правило там. И все. Начинает там, чтобы не вводили пароль, да, значит, давайте пароль сохраним на клиенте, но его как-нибудь зашифруем. Начинает придумывать собственную криптографию, да, что абсолютно нельзя. Никогда в жизни не реализуете собственную криптографию и не придумываете ее, да, есть библиотеки, просто их используете и все. Если это библиотека Узима, то значит Узима еще миллиард устройств. А так вы сами придумаете и только вас будет ломать через нее, да, при этом вы еще никогда в жизни об этом не узнаете. Вот. А так патч выйдет и вы закроете Узима из библиотеки. В этом духе. Понятно. И так, второй вопрос у меня был. А, про архитектуру хотелось бы подробно. То есть, про ваш ТТП, например, понятно, там в iOS 9 там вышел вообще запрет, типа нельзя без указания явно флага использовать несекьюрные протоколы, а это, ну, архитектура имеется в виду что-то более кодерское. Бизнес-логика, бизнес-логика. Бизнес-логика, Понятно. Спасибо. Можешь какой-то такой бриф дать по вещам? Это как вот эта штука про рекомендации, только, может быть, ты здесь не то что озвучишь, а что-то другое. Например, вот, если мне важна безопасность, например, данных, заменив SQLite на SQLCypher, это такая, типа шифрованная сфалька. Ну, действительно увеличиваю ли я типа сильную безопасность и вот о таких вообще вещах? Я понял вопрос, на него я не смогу ответить быстро. У меня для этого есть двудневный 8-часовой тренинг, где я это все рассказываю, поэтому... В кулуарах умырешься. Ну, если над водя кто-то останется. Вот, поэтому сложно. Могу, например, рассказать, вспомнил классную историю про один мобильный банкинг, ну, клиент-серверная секретарь, клиентская часть была очень классно защищена, но когда мы начинали анализировать канал передачи данных, оказалось следующее. Когда мы логинимся в системе, мы пишем свой логин, а пароль оставляем пустым, то почему-то сервер выдавал нам весь свой стэк трейс с внутренним устройством банка. Вот. Ну, естественно, приложение интерфейсно никак не отображало это, да, но в трафике мы видели все пути банка, какие у них IP-адреса, названия машин, где стоит там РМКБ и другие банковские системы там специфичные, да, как бы клиенты подошли хорошо, а вот серверная часть подкачала, тем самым можно было атаковать не клиентов, а уже банков там непосредственно. Как бы дополнительная информация для атаки банка появлялась. Спасибо. Еще раз.